Пропаганда Здравствуйте, вы смотрите телеканал Freedom, меня зовут Сакена Имурзаев, и это наш проект «Люди доброй воли». Гости этой программы где и как могут поддерживать Украину в ее героической борьбе с российской агрессией. И сегодня наш гость, журналист, публицист и писатель Питер Померанцев. Питер Померанцев, известный публицист, писатель, исследователь пропаганды, с раннего возраста живет в Великобритании, куда вынужденно эмигрировал его отец, советский поэт-диссидент и радиоведущий Игорь Померанцев. Питер пошел по стопам отца, стал журналистом, прошел курсы режиссеров и сценаристов, несколько лет работал в Москве на одном из телеканалов, сейчас пишет аналитические статьи для крупнейших мировых изданий, как специалист по вопросам путинского режима и пропаганды в России, осуждает войну, развязанную Россией в Украине и доносит правду о кремлевском режиме на всех возможных медийных площадках. Питер, приветствую вас, здравствуйте. Я работал в Лондонском университете, сейчас в Вашингтоне. В связи с Украиной наша цель была соединять социологов и журналистов, чтобы они создавали медиа, которые могут найти путь к тем зрителям, которые были под влиянием российской пропаганды, или в то время медведчевской пропаганды на национальных каналах тоже, чтобы делать исследования про, например, почему люди верят в разные концептологические темы, которые поощряли медведчевские каналы и так далее. Уже очень много работал логативно с украинскими коллегами, конечно, а после войны я делаю два-три больших проекта. Самый, наверное, важный из них и причина, почему я приезжаю в Украину каждый месяц, связана со злощениями, с военными преступлениями. Ну, мы такую инновацию придумали с нашими коллегами – соединить журналистов и юристов. Журналисты собирают материалы, журналисты всегда первые на местах преступления. Но мы потом их тренируемся, чтобы они собирали свидетельства так, чтобы это можно было потом использовать в судах. У нас потом команда юристов англо-сирийских, потому что они работали в сирийской тематике. Мы потом собираемся это, и мы сейчас начинаем строить кейсы. Мы сейчас были в гостях у генпрокуратуры, у Костина, и выкладывали его на нашу стратегию. Для меня это очень близкий проект, философский, в том смысле, что я всегда мучаюсь с идеей, как, наверное, и вы, как делать журналистику эффективнее, как связать журналистику и демократию. Меня давно уже преследует эта мысль, что наша теория того, как должна работать медиа, она несовершенна. Она, может быть, работала в какой-то момент демократии в 20 веке, там, где журналисты говорят правду, потом эта правда влияет на политику и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это уже не так, да, видно, что есть покорение политикам, которые совершенно плевают про правду, которые просто рассажив про злочение не хватает. Так что хочется быть частью всей цепочки, от правды до justice, до правосудия, да, а не просто оставлять это. И наш проект занимается всеми форумами, я бы сказал, правосудия. Правосудия в форуме общественного мнения и на Западе, и сейчас мы начинаем работать в странах, там, в Латинской Америке и так далее, очень много статей делаем больших. Мы были на передней странице журнала «Тайм» и так далее, и так далее. Это была одна. Ну, мы такую работу делаем. Мы сейчас пьесу начинаем делать с драматургами в Англии про военные преступления в Украине. Но в то же самое время занимаемся юридическими кейсами. По-разному, это звучит более красиво. Codes of public opinion, суд общественного мнения и legal codes, да, и юридические суды. Мне кажется, очень важно так расширить идею правосудия. Сейчас, кстати, представили коллеги идею для экономического трибунала. Мы все говорим про трибунал, про военную организацию, экономического трибунала, там, где будут брать деньги Российской Федерации, и не просто давать их украинскому государству, да, а создать трибунал, чтобы люди приходили со своими кейсами, там, где они были жертвами разных военных преступлений, и получали какую-то компенсацию. А, Питер, этот механизм, он был когда-то испробован? То есть вы в этом смысле первопроходцы? Или это работало? Югославия, Руанда, вот вы говорите, Сирия. Какие были кейсы, где мы уже можем посмотреть, как это работало? Чтобы соединить вот так журналистов и юристов, драматургов и адвокатов, это наша инновация. Это никто не делал. И она выходит из опыта моей коллеги Джанин Дичи Авани, который очень знаменитый военный корреспондент. Она была в Течне в начале путинской эпохи. Она была в Югославии, до этого, в 2-3 года жила в Сараево, в окружении Сараево. Она была в Сирии, она была в Вараке. И она видела, как происходят ужасные гранины преступления. Ее часто вызывали в ГАГу как свидетеля. И она в том не могла помочь. Просто умела какие-то старые мои записи, эти люди пропали. Мы не знаем, где они. И она поняла, что журналисты должны начинать собирать то, что мы находим, в более дисциплинированной форме, в более глубокой форме. Нет, конечно, были трибуналы раньше, разумеется, там югославские. Но они сюда шли очень медленно. Они сюда начинались после войны. Мы знаем, что время ушло, что хоть какие-то сербские преступники были вызваны в суды. То, что меняется сейчас, это то, что кризисы строятся во время войны. Мне кажется, это, наверное, первый раз, что это что-то новое. Но наша инновация не в этом. Наша инновация в том, что мы соединяем юриста, юрналиста, драматурга, людей, которые занимаются санкциями, в одну такую команду, которые борются за правду и справедливость. А вот это инновация. Потому что всегда эти разные отрасли работают отдельно. — Украинские коллеги задействованы в этом? Это не только речь о иностранном? — Да, разумеется, да, да, нет. Они главные, а главный партнер в Украине Наталья Гуменюк, ее лаборатория. — Лаборатория, да. — Общательственные журналистики. Нет, разумеется, я бы сказал, что главная работа делается в Украине. Это собирание свидетельств, все журналисты украинские. Очень часто они с регионов, где происходят действия, там, Херсунские, есть журналисты из Харковщины. Они могут более подробно понимать, что происходит, и тоже им легче разговаривать с местными. Нет, конечно, это главным делом, что главное ядро команды украинское, и без украинской команды вообще ничего не было бы. То, что международная команда приводит, это опыт. В Инженерии опыт из многих войн. Юристы в важности не работали на тему Сирии, потому что один из них был архивист, который составил кейс в Коблинце. Это очень знаменитый кейс, там, где судили сирийские генералы в Германии и нашли их виновную в Германии. Это такой легендарный достаточно кейс, там, где смогли арестовать сирийских генералов, которые спокойно жили в Германии, думали, что все, ужасные преступления подадили. Атирический опыт есть, он заплачевный, но есть какие-то позитивные примеры тоже. И последний вопрос в отношении этого проекта. Вы говорите о преступлениях военных. Речь идет о всей совокупности того, что творит оккупант в Украине. Это, например, сексуальные преступления, которые очень трудно расследовать следователям. Может быть, в этом смысле журналист имеет больше доступа, может более тихо поговорить с человеком, если угодно. Вот об этих сложных кейсах вы тоже думаете и занимаетесь? Да. В первом году мы просто шли по стопам преступлений. Это был Краматорск, мы следовали Краматорск. Было Яхидное. Мы следовали Яхидное. У нас там потрясающая журналистка работала 6-7 месяцев. Мы этим отличаемся, журналисты. Мы когда приезжаем, очень глубоко делаем. Ну, мы не химинрайдс, в очереди. Мы наносим огромные команды. Мы чаще выбираем какую-то одну злочинь и пытаемся его делать очень глубоко. Но теперь после года мы начинаем видеть тренды. То, что повторяется. И теперь уже будет стратегия, а куда мы идем. А здесь уже начинается и физическая стратегия. Окончишь ли ты достаточно простой кейс? Например, простой. Это ужасно особо простой. Ты в линейной, как пытки. Пытки – очень понятный кейс. Или похищение детей – очень ярный кейс. Это уже Гагом призывает Путина самого к правосудию. Это очень черно-белые моменты, где международное право очень-очень четко все говорит. И можно собирать эти доказательства. Многие это делают. И потом вопрос, где открывать кейс? Если ты идешь по пути универсальной юридикции, в Аргентине, например, очень многие страны, ну, очень многие в смысле, люди открывают кейсы в Аргентине, что у них очень хорошие законы про пытки из-за своей истории. Значит, это одна стратегия. У тебя что-то простое достаточно, в суде там, наверное, получится. Но когда у тебя будет первый успешный кейс, по крайней мере, ты откроешь его успешно. Не факт, что ты привлечешь, что ты поймаешь на кого-то. По крайней мере, ты делаешь какой-то стейк. Потом есть более сложный. Например, я сейчас занимаюсь тематикой как привлечущий российских пропагандистов к правосудию. Ну вот, это очень сложно. Это сложно. Это очень сложно. Да, это будет сложный кейс. Новые законы нужны для этого. Или старые законы, но с новой интерпретацией. И тогда ты думаешь, окей, а где можно вот такой кейс привести? Может быть, это лучше делать в Швеции, например. Ну и так далее. Значит, ты должен смотреть. Если я правильно понимаю нашу юридическую команду, всегда нужно смотреть, какие темы у нас появляются и где их лучше всего потом дальше разрабатывать. И, конечно, главное наш принцип, когда мы собираем сведения, это «do no harm». Не делайте, не причинайте гряд. И это то, что журналисты иногда делают, к сожалению, они приводят людей в повторную травму. Суды не принимают сведения, если ты привел людей в повторную травму. Если она решит, особенно сексуальные тассиния, или особенно дети, если ты как-то выдаешь вопросы, которые их наводят на какие-то ответы. И мы журналисты, к сожалению, делаем все время. Реально. Мы сейчас считаем, что это хорошая журналистка. Для судов это «no-no». Нужно быть очень осторожным. И нужно быть очень-очень спележным. Ты в первый раз не узнаешь полную правду. Я помню, когда мы приехали в Яхтедное, первый раз, поселок Чжениковской области, где держали целые 300 людей, держали в подвале. Когда с первой приехали, люди говорили одно. Ну, что-то там было, держали. Много месяцев ушло. Но то, чтобы выстроить отношения, доверие, и чтобы люди открылись и рассказали весь ужас. Люди не всегда сразу рассказывают. И особенности сексуальной насилия. Нужно быть очень терпеливым. И вот это выдавливать из людей ужас. Во-первых, это нельзя без судов. Во-вторых, не факт, что это лучший путь к правде. Вы уже начали рассказывать о своем личном ощущении, о своих впечатлениях. Вы много раз были в Украине. Как меняется ваше чувство, с которым вы приезжаете в страну, в воюющую страну, учитывая, что вы здесь по делу, вы не просто встретиться с друзьями, приезжаете? Я не знаю, если вы близок этому сейчас. Мы сейчас в середине всего этого. А я еще далеко не готовы отступить и увидеть всю картину. Это будет потом. Я чаще всего умер в Бальбове и в Киеве. Я как-то не всегда приезжать назад, что я преподаю. Это не только летом, на какое время, чтобы ехать на фронт. В прошлом году я был в Киеве много, когда еще не было контрастноступления. Ну и сейчас я не смогу поехать. Я истекаю там одну тему. Хотел с Харсон поехать, как непонятно, после взрыва дамба. Не знаю, когда в Киеве, конечно, есть такие моменты, несколько секунд забываешь про войну. Китаешь, китаешь книжку, ты нормально в том раз вспоминаешь и вспоминаешь полный ужас этого. Это то, что не украинские друзья говорят, и, конечно, когда ты в Киеве можно на несколько секунд думать, о, все нормально, солнечный день, все открыто, все работает, в том раз, в том раз. И ночью, конечно, приходят эти, ну, сейчас очень громко было, когда был в прошлый раз. Вспоминаю, я сейчас вспоминаю дневники или воспоминания людей, которые прожили другие войны. Лондон во время нападения нацистской Германии в Бридсе. Тогда тоже люди рассказывали про этот сюрк. С одной стороны, житель продолжается. Ты ходишь на работу, одеваешь костюм. Все есть. С другой стороны, ты можешь умереть в любую секунду. И вот это представление просто дневного полной опасности и незащищенности это. Оно, не знаю, это очень специфическое состояние, еще не могу описать его, да, но это, в котором многие, мне кажется, живут в Украине. Ну, и тоже у всех, у всех теперь есть. Вообще, что это друзья на фронте, родственные члены, что это все очень каждый день люди просто ждут в штоковании, ждут новостей, приезжают это каждый день. Это очень точное описание реальности нашей. Питер, к пропаганде и сначала такой общий вопрос. Вот насколько российская пропаганда виновата в том, что происходит? Юридически, вы имеете в виду? Я бы хотел, чтобы это рано или поздно было зафиксировано юридически, но сначала так смыслово, давайте на это посмотрим, а потом поговорим о том, как бы сделать так, чтобы юридически ее вина была зафиксирована для истории. Слушайте, для непропаганды всегда очень сложно зафиксировать по разным причинам, да, какие-то люди вообще считают, что эффекты медиа нельзя как-то математически прочитать, да, это большие споры в медиа-социологии, можно не вообще отанализировать, да, но мы знаем, что пропаганда играет центральную роль в этой власти, я написал свою вторую книгу про это, эта власть ведет огромную опору на пропаганду, власть перевзяла под контроль и видение в стране до того, как оно взяло под контроль, я не знаю, нефтяные, нефтяные, скважины все и так далее. То есть, они в это вкладывают огромную роль, да, для них это очень важно, для власти это очень важно, полное влияние, ну, знаете, это комплексные вещи, там, и пропаганда, и карательная система, они же все вместе работают, знаешь, вот пропаганда, вот карательная система, ну, пропаганда и карательная система вместе работают. Потом, до какой степени, пропаганда просто дает людям то, что они хотят, это же самое старое, вопрос про пропаганду, да, пропаганда, это более краткосрочная, да, она, ее, ну, пропаганда, цель понятых людей, и потом их манипулировать, да, ну, если нету отрика в людях, ты ничего не сможешь сделать, да, если ты не играешь в каких-то глубоких мифах, с помощью которого люди живут, тогда ничего не получится, да, а не что, где начинается пропагандист, где начинается ответственность людей, я не очень люблю когда стирается ответственность людей, я не очень люблю теорию пропаганды, которая говорит, что люди как зомби, да, я не очень люблю это слово зомбификация, но люди делают достаточно сотный выбор, иногда, ну, в разных ситуациях, но я думаю, что люди понимают, что происходит, я не считаю, что люди зомби, потому что как-то дают лишение ответственности, ну, вот, это первая вещь, да, но если мы говорим про юридическую ответственность, чем что, здесь можно более хочется говорить, да, потому что такое То есть общая ответственность — это такие многие голосовские и социологические вопросы всплывают. А юридической — смотрите, пропагандистов всегда очень редко призывали к виновности. В истории очень мало случаев. В Нюрнберге только одного пропагандиста нашли виновным. Он был совсем-совсем знаменитый антисемит, он опубликовал самую антисемитскую газету, совсем такую. Он был такой антисемит, что на тесты пару раз закрывали его газетам, потому что она была тумана. Он был совсем монстром, плюс он был в пункере с Гитлером, он был Галлайкером, значит, он был политически очень активен. Ну, например, вот такая немецкая версия Соловьева, или Киселева, это был Франц Фричер, глава Райс-Радио и главный ведущий. В Тринусе он давал антисемитские речи, но более такой изящный, и он не в внутренней команде Гитлера. Он такой медиа-менеджер, которому давали инструкции. Его признали невиновным. Сказали, что он сказал, что я не знал про аушидов, я ничего не знал, мне давали бумажки, я их читаю, не давали инструкции, их выполнял. Я не был частью принятия решений. Его, он не виновен. Есть знаменитый кейс в Руанде. Вот сейчас на наших глазах практически заканчивается. Ну, не светлые, да, на наших с вами глазах, тем, у которых мы просто уже в возрасте. Ну да, в 90-х. Ну и, но опять там очень точный пример. Там вот реально там радиоведущий сказал одному кременю возьмите ружьи, ружья, идите в эту церковь и заселите там людей. Там прямые инструкции. Когда это прямые инструкции, тогда мы можем говорить про связь между пропагандой и действиями. Ну, чаще всего пропагандисты говорят, что это просто слова, слов нет, последствий. И они говорят, что мы не знали. Мы никто. Мы просто журналисты. Говорим, что тут слово-то слово. То, что мы можем, я думаю, сделать в этой войне. И, кстати, то, что уже было видно в сирийской войне. И это как последствия цифровой технологии. Мы видим, до какой степени военные действия координированы с действием пропаганды. Вокруг атаки на Мариупольскую войницу, до и после, нон-стоп пропаганда, координированное в то же самое время гласит, что в этой больнице сидят, я не знаю, батальон Азов и так далее. И это происходит вместе с военным преступлением. Значит, мы уже видим, что поведение пропагандисты, можно теперь это проследить, когда тысячи телеграм-аккаунтов говорят то же самое. Это же не то же самое, что Хан Стрич и одно бежевство на радио. Мы уже видим, нет, нет. То есть, что-то координированное. Это уже не свобода слова. Это уже действия запланированные. Мы можем дальше идти, да, более-то, к геноцидальному языку, который используется российскими пропагандистами, про то, что там Украина не должна существовать. Опять, изначально, если я на время нашего, я сейчас пока других людей смотрю, показывает, что этот язык поднимается во время злочин и убучи, например. Это может быть совпадение. Я сейчас не хочу сказать, что мы не можем пока еще доказать прямую связь, но какое-то совпадение есть. На момент, когда меняется дискурс русской и российской пропаганди от в Украине у власти какие-то нацисты, нам нужно от них избавиться, правительство нацистов, до всеукраинцы нацисты. Все они теперь вишени. И вот этот пример в то же самое время лучше происходит. Опять, мы еще не можем сказать, что есть прямая связь или какая связь. Начинается ли действие внизу, пропагандисты реагируют или наверху люди реагируют. Вот это все мы не знаем, но мы теперь можем увидеть это. Мы уже видим действия в социальных сетях и мы видим действия, которые происходят на местах. Новые технологии открывают новые возможности для пропагандистов, но они дают нам больше шансов их поймать. Поймать и привлечь к ответственности. Ну да, ну в смысле отречь к ответственности наверное уже Симонян не будет выезжать из России, но нужно понять, здесь больше, чем привлечь к ответственности, потому что это целая машина. Эта машина, если мы сможем доказать, что она связана прямую с военными преступлениями и больше, мы сможем доказать с геноцидом, тогда намного сильнее аргумент санкций вокруг российской пропаганды. На настоящий момент российские телеканалы пропагандистические свободно вещают в Натинской Америке, на Среднем Востоке. Многие корреспонденты этих каналов до сих пор аккредитованы в западных странах, в тех же штатах, они работают там. Ну все по разу, в Европе, в Штатах есть какие-то санкции, но тоже, все равно они оперируют достаточно открыто в социальных сетях, ну и компании могут, наверное, больше делать, чтобы этим бороться. Все равно они иногда получают рекламу, все еще есть, западная реклама на российских кусканалах. Они используют западную технологию, там, я не знаю, системы, ну камеры, системы editing, ну и редакции, ну технологии разные. Здесь не просто привлечь их к ответственности, здесь тоже как можно подрывать эту пропагандистическую систему. Опять же, нужно будет правосудие на всех уровнях, да, там, правосудие суд, форма правосудия это санкции, форма правосудия это образование для людей, чтобы люди понимали во всем мире, что они смотрят СМИ, которые напрямую замешаны военных преступлениях, ну и так далее, это много что открывает, но мы должны понять, что это сложно, это очень сложно, потому что очень мало прецедентов, как мы знаем, юристы любят прецеденты, это их главная, какой прецедент, а здесь прецедентов они есть, но они редкие. Еще тут вопрос у меня часто возникает, вот 91-й год, полностью кардинальные изменения в советском обществе, независимость многих республик, и вдруг создаются независимые телеканалы, работают на которых ровно те же люди, ровно те же люди, которые 5-10 лет назад рассказывали о непреодолимой вражде Запада и СССР и так далее, и так далее. Вот это перерождение, которое пропаганда советская уже один раз пережила, не переживет ли еще раз российская? Какая гарантия, что эти же самые люди не займутся телевидением после украинской победы? Да-да-да. Я пока так далеко вперед не смотрю. Я смотрю, как можно, чем я могу моей маленькой форме помочь с войной. А про свет и Россию в будущем мне просто сейчас не хватает воображения, чтобы про нее думать. То, что мы знаем о 90-х, что не было настоящего самоанализа, не было настоящего пересмотрения своих ценностей. Было теперь, что похож такой-такой ну очень короткий момент демократического имитации. Демократия, имитация и ценностей. Было много разговоров про это в 1901 году. И мне очень сложно вернуться тогда. Меня там не было. Но в ретроспективе, да, эти же самые люди были советскими журналистами. Потом многие из них равны, например, глава Первого канала были знаменитые журналисты Перестройки, были за свободу и свободу слова. А потом мразь переключились опять, когда нужно было. У меня есть такое слово приспособленца. Мой друг Джошуа Яхл написал книжку про это. Да, такая культура вечного конформизма. Я не знаю, но понятно, что не было глубинного пересмотрения ценностей. Если люди верили в какое-то демократическое будущее, значит, очень быстро сдали свои позиции. Понятно, чтобы не было глубокого самокопания, потому что система очень быстро вернулась на свои такие привычные авторитарные позиции. Ну и сейчас, хоть и это достаточно эффективная, огромная, машина, ненависти, конспирологии и пропаганда за войну. И герцентральная пропаганда. А интересно, как работает эта пропаганда на другие страны? До начала полномасштабной войны влияние Russia Today, например, было больше, мы знаем, они вещали больше. Что сейчас? И особенно, вот, например, центрально-азиатский регион, где мы следим за тем, что происходит в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизстане, как там работает российская пропаганда? Стала ли она меньше ядовитой для этих стран? Я не знаю, я в последний раз исследовал до войны, и, конечно, во многих странах, как Киргизстан, российская медиа просто главная медиа. А в Киргизстане в Азербайджане она ушла, в том смысле, что турецкие каналы смотрят. Значит, там нету одной модели во многих странах, в том числе, в смысле, в Киргизстане, российская ТВ или напрямую, или через перетранслирование играет огромную роль. При Балтике все равно играла очень большую роль для русскоязычного населения. Потом есть вопрос на этических российских меньшинств этих странах, которые не всегда, но часто бывают достаточно кремлежские, по своим причинам. Ну, это одна динамика. Я не знаю, если она меняется сейчас, я просто не вернулся в послевоенное. На Западе, опять, нет единого Запада. Российские СМИ имели какую-то популярность в каких-то странах, в Латинской Америке, например, в Европе, я думаю, что достаточно минимальное прямое влияние таких там Рашидов и так далее. В Америке, например, очень мало людей их смотрели. Знаете, в этом и кейс Америки, да, все здесь очень много обсуждают, что действия 2016 года, когда Россия не могла Трампу на его выборах. Ну, там были две главные линии информационной атаки. Одна из них были социальные медиа, эти Прикожинские, все эти фабрики троллей, которые им в соцмедиа постили, удовлетворялись, что они американцы, а вообще были русские работники тролльфермы, поддерживали Трампа и так далее. Там очень сложно измерить влияние. В социальных медиа сидят люди, которые уже имеют очень какое-то сильное точное зрение. Мало что приходят в социальные медиа, чтобы менять свое мнение. Они считают, непонятно, если там они что-то меняли, это очень сложно доказать. В принципе, это невозможно. По крайней мере, можно сказать, что они, наверное, пытались влезть в разные комьюнити, в разные группы мнений, там посеять доверие, что они соглашались с ними, мы все за Трампа, а потом туда вставить вещи про Украину, например. Это старая форма пропаганды. И там нет вопроса, но это одна форма. Но нельзя сказать, что они обязательно влияли на выборы. Потом была, наверное, более эффективная операция, где сперва был узлом имейла в демнической партии, передача этих материалов Джулия Нассанджу в Викиликс. И Джулия Нассандж начинает публиковать в той форме, что выглядит, что Федерик Линк, главный кандидат СМИ демократов, очень хрумпированный. Потом западные СМИ, самые инфекционные Нью-Йорк Таймс, CNN, начинают про это рассказывать нон-стоп. И главное, начинают ей задавать эти вопросы во время дебата. Есть исследование самой великой медиа-социологом в Америке, профессор Федерсон, которая исследовала, как люди после того, как они видели эти дебаты, более негативно относились к Федерик Линк. И она аргументирует, что здесь, да, мы видим прямое влияние. Но опять, самое главное, что оно вошло в мейнстрим. Все-таки, пока это сидит в мире конспирологов и так далее, это имеет какую-то ценность для России. Но самый большой из всех для пропагандистов, если это нормализуется и уже обсуждается с самым обществом, как будто это наше. Ну и тогда, и это самый эффективный способ, да, что здесь нужно быть осторожным. И нужно смотреть по отдельным странам, да. Многие страны очень в мейнстриме открыты российским нарративом, очень долго были. В Германии, например, то, что России нужно жалеть, что с Россией нужно вести диалог. Все эти подходы имеют свою ценность, да, и самое главное, что Россия это делает. Да, Запад это не делает, по большому счету. Россия подходит к мировому информационному пространству как войне, они так и называют это информационной войной. У них большие батальоны есть, спецслужбы, маленькие, культура. Они к этому относятся серьезно. Китай относится к этому серьезно. На Западе мы к этому относились серьезно, когда у нас были войны. Во Второй мировой войне, холодной войне. Сейчас у нас официально нет войны с Россией. Это то, что в Украине всегда понимают. У нас официально мы не в конфетте с Россией. Мы помогаем Украине, может быть, медленно, как так, помогаем. И очень позитивная поддержка Украине. И пока нет решения, что мы воюем с Россией. Даже политически с ней воюем. И пока нет, кто этого решит. В том числе, да. Отмазки нету, зеленого света нету, да. Из-за этого все, что делается, делается контр-дисформационный НКО. Какие-то маленькие вещи создаются, маленькая экология, которые даже как-то предоставляют этой огромной информационной военной машине. Да, и все, да. И когда русские давно не работали, другое придумают дух. Для них это часть их политики. Опять этого нет. Есть какая-то поддержка независимым СМИ, если же там радио «Свобода» и так далее, они никогда не уходили, их еще поддерживают. Но такая теория изменения очень медленная, да, что было где-то какая-то свободная СМИ. Такого масштабного, координированного, централизованного нету. И все попытки его создать пока не получались. Ну, и в этой связи последний мой вопрос. Вопрос, который вам задавали десятки раз на этих всех конференциях про пропаганду, как бороться с пропагандой. Сейчас, когда эта война стала уже ощутима, и что же тогда может предложить Запад? Их же методами бороться с ними или как? Ну, смотрите, мы знаем, конечно, подход Китая и Россия. Это смесь стройферм, конспирологической телеканала с такими очень агрессивными дипломатами, которые работают в социальных, ну, в Твиттере и так далее. И такая покупка явлений над олигархов на разные что-то конспирологические, чаще всего крайне правые газеты в Европе и так далее. Конечно, это не может быть наш подход. Не может быть наш подход по нескольким причинам. Все-таки, если есть одна такая соединяющая идеологию российской пропаганды, это создать так много хаоса, цинизма и теории заговоров и дезинформации, что люди теряются, у них больше нет сил активировать себя, и они склонны, становятся более склонны к авторитарному лидерству. Ну, что ты поделаешь? Не знаешь, кто здесь справа? Пусть Путин делает, что делает. Он большой и сильный. Мы живем в мире хаосе, все плохие. Пусть Китай и Россия там давят, душат и так далее. У нас не может быть такой цели. Это не то, что это не ворота этих просто высоких ценностей и так далее, но нам все-таки нужна идея коммуникации, там, где люди верят демократию, верят, что есть правда, верят, что есть добро, ну, что есть добро, понимаете, и верят, что есть за что бороться, и что они активны как субъекты, да. И опять, это не просто выбор ценностей, это выбор прагматический, да, потому что, ну, это то, что мы предлагаем конца, там, худо и бедно, далеко не идеально, но какая-то там демократия. Ну, наша коммуникация, да, я не чуть-чуть, в связи с пропагандой, что у нее очень негативные, негативные ассоциации, наши коммуникации должны всегда быть связаны с этим, что, я не знаю, если российская страна будет делать роль фермы, мы должны делать онлайновые таунхоллы, так же, собираем людей и понимаем их мнение, и даем им чувство, что они могут влиять на мир вокруг себя. Были какие-то философские отличия, но к этому нужно все равно подходить массово, да, это нужны и телеканалы, это не просто поддержка ненависимых СМИ, это нон-стоп коммуникация от лидеров, да, в другой эпохе, конечно, нужно быть нон-стоп в админские социальные медиа, да, маленькие его спичи про эту войну на весь мир, иностранный Ближной Восток, Кавказ, в моем идеальном мире это была бы нон-стоп коммуникация, да, от вершин, от военных, от всех-всех-всех, которые связаны с этой войной, от культурных фигур. Мы говорим про образовательные проекты, ну, весь масштаб коммуникации и так далее, но это не просто романтизм говорит, что они должны быть вокруг ценностей, там, где ценится человек, там, где ценится потенциал человека быть активным гражданом. И в этом это не означает быть мягким, да, для этого нужно понимать людей. В принципе, то, что происходит, это такое arms rise, это такое когда разные стороны пытаются лучше всего, лучше, чем другая цена, понять аудиторию людей, да, у россиян есть своя теория человека, да, что человек мичтожество, что его можно манипулировать, что он без конспирологической теории не может осмыслить мир, что ему нужна ненависть и что он кровожаден, да, по большому счету. У нас тоже все-таки другая видение людей, и нам нужно понимать, что мотивирует людей чувствовать эмпатию в Украине, что мотивирует людей бороться со злом. Это не просто так получается, нужно понимать, нужно находить это в людях, и нужно, чтобы люди откликались, не нужно думать, что это просто так происходит. Это тоже огромный поиск, огромные исследования, огромные эксперименты, но все-таки к другим ценностям. Спасибо вам, Питер, за то, что вы годами уже этим занимаетесь, и занимаетесь успешно, и занимаетесь успешно. Надеюсь, что это большое дело принесет победу Украине, и изменит подход. Знаете, как один публицист российский в начале войны сказал, Путин верит в худшее в человеке. Будем же делать наоборот. Спасибо вам. Давайте. Пока-пока. Это был журналист и писатель Питер Померанцев. Оставьте под этим видео в комментариях свое мнение, что вы думаете о нашей беседе. Подпишитесь на YouTube-канал Freedom'а и оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Берегите друг друга, берегите Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова